Добрый день, возлюбленные о Христе, братья и сестры, дорогие мои либерчане! Я от всей души поздравляю вас с наступившими днями Петрова поста. В любой пост, по сути, это воздержание, не только в пище или в питье, но еще в своих делах, в своих поступках. И, наверное, в своих помышлениях. Потому что очень часто наши дела, они начинаются не сразу. Мы должны их сначала осмыслить, затем как-то подтвердить и затем уже принять какое-то окончательное, единственное верное для нас правильное решение. И я думаю, что каждый день, прожитый нами, он оставляет определенный смысл в нашей жизни. Если мы его наполним этим смыслом, не только в духовном, но даже в общечеловеческом плане, то я думаю, что и жизнь наша будет и духовно богаче, и наполнена всякого рода интересными событиями, которые, безусловно, откладывают отпечаток не только на нас, но и окружающих, которые живут и находятся вместе с нами. Я бы хотел напомнить, что вторая седмица по Пятьдесятнице, которая в этот раз бывает практически в середине июня, мы с вами отвечаем память всех святых в земле расистей просеявших. Я думаю, что эта неделя очень важна для каждого человека, потому что на самом деле многие зададут такой вопрос. Но если мы с вами откроем календарь или месяцы слов, то мы увидим, какое количество святых, мы, в том числе русских святых, мы отвечаем практически ежедневно. Но зачем же требуется для этого, чтобы мы отмечали их память вместе? Ответ на это достаточно прост и, я думаю, доступен для каждого из нас. Потому что еще есть очень много угодников Божьих, которых мы не знаем, которые официально еще не причислены к лику святых. Но тем не менее подвиг их веры, чистота их целомудрия и души, они, безусловно, оставляют особый след. И поэтому мы празднуем в том числе память и тех, кто еще, может быть, официально пока не причислен к лику святых, но по своей жизни, по своему определенному складу, они уже давно Господом зачислены в эти святцы. Мы отмечаем память очень разных людей, от тех, которые имели большой политический вес, до самых простых людей, которые на самом деле дошли до нашего времени. Может быть, житие их дошло, и мы читаем и берем для себя такие добрые, искренние и благодатные примеры. И сегодня это очень важно понять и осознать. Ведь посмотрите, среди русских святых были и общественные деятели, политические деятели, как то, например, святой благоверный князь Александр Невский, Дмитрий Донской, как то, например, святитель Алексий, митрополит московский в Северной России чудотворец, священно-мученик патриарх Ермоген и многие другие. Вы посмотрите, порой, совмещая духовные и такие должности, они действительно в своей жизни стяжали особую благодать. И мы до сих пор, вспоминая их честную память, на самом деле делаем для себя какой-то вывод, что, беря пример с их жития, тоже делаем для себя определенные заметки, определенные планы, и, может быть, берем за жизнь, за пример и благочестивую, и подвижническую жизнь. Среди них были и мученики, которые на самом деле стяжали тоже непростую долю в этом богоугодном деле. И особенно мне хотелось бы отметить память самомучеников и исповедников российских, практически наших с вами современников, которые на самом деле жили рядом с нами, были такими же людьми, как и мы. Но, тем не менее, когда наступило гонение на церковь, они не только словами, но и своими поступками, а многие из них в своей жизни доказали преданность Христу. Я думаю, что многие из нас, бывая на Бутовском полигоне, где ежегодно совершает божественную литургию Святейший Патриарх, с сонным архипастори и пастыри церкви, на самом деле мы тоже, наверное, бывали в паломнической поездке, молились там, потому что, может быть, даже и наши какие-то дальние, а может, даже и ближние родственники тоже похоронены именно там. Потому что, безусловно, создавалась так называемая тройка людей, которая приговаривала к определенной мере наказание. Очень часто это был расстрел. За что? За то, что, например, священник произнес проповедь, и, как показалось им, это было неугодно на той момент советской власти. Это было, может быть, какое-то слово, сказанное среди прихожан, или какой-то совет, данный тому или иному человеку на исповеди. И, безусловно, когда это казалось не так, то, к сожалению, это все выплывало наружу, и практически невинных людей предавали не просто на мучения, но и предавали очень часто на смертную казнь. И мы, опять-таки, если откроем миссисы слов, очень часто найдем, в том числе, есть целый собор новомучеников и исповедников, не только российских, но и наших с вами, люберецких, которые, безусловно, в сон входят святых русских к земле. Вот. И на самом деле, прославляя на неделе их память, мы прославляем и их блаженные подвиги, их кончину, их житие. И я думаю, что в свое время люберецким благочинам у них была издана такая книга, которая так и называется – «Сон исповедников и новомучеников люберецких». Вот. И в конце марта отмечается их память. И мы обычно в этот день в Центральном храме нашего благочения совершаем специальную службу, посвященную этим мученикам. На самом деле, среди них были, конечно же, и духовники, и известные наставники, как то, например, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский. Вот. И, я думаю, многие и многие другие. Я хочу особо отметить, что мы с вами счастливые люди. Мы живем в замечательном месте, которое называется Подмосковье. И здесь находится достаточное количество так называемых московских и подмосковных святынь, которые, я думаю, наверное, дороги сердцу каждого россиянина. Вы посмотрите, совсем почти недалеко от нас, в ста километрах, находится знаменитая Троица Сергиевая Лавра, где находятся мощи печальника земли российской, преподобного Сергия, Игумена Радонежского, и всея России чудотворца. Я думаю, что нет, наверное, среди нас такого человека, который бы не побывал в тогда еще Загорске, а затем уже в Сергиевом Посаде, в монастыре Святой Троицы, в Троицком соборе, где покоятся мощи преподобного Сергия, не молился бы там у мощей, не изливал бы свои нужды, скорби, печали, не просил бы у преподобного, чтобы он своей верой и молитвой стяжал бы нам благодатные дары. И на самом деле, когда мы стоим у мощей преподобного, я думаю, каждый из нас, если молился с верой, отмечал особую, единственную такую присущую благодать, которую мы отвечаем на каком-то особом святом месте. Там находятся и духовные школы, Московская духовная академия, и семинария, которые выпускают будущих священнослужителей Русской Православной Церкви. Хотя сейчас, слава Богу, уже достаточно много и семинарий, и академии, но тем не менее, вот это альма-матор, который находится в стенах Троицы Сергия и Лавры, которую в свое время многие священнослужители закончили, это является тоже такой фундаментом и основой. И будучи студентом, я в том числе ходил на молебен, так называемый братский молебен, к мощам преподобного Сергия, где мы вместе молились и просили у преподобного и помощи в учебе, и в личной жизни, и во многих других трудах. Кроме того, дорогие мои, немножечко дальше, но тоже, я бы сказал, не особо-то далеко, находятся мощи преподобного Серафима Саровского и всей России чудотворца. Я думаю, что нет, наверное, такой семьи, где не было бы иконы преподобного Серафима Саровского. Это замечательный старец, который оставил глубокое духовное наследие. И в самом раннем возрасте, поскольку он рано лишился отца, а мать его занималась в том числе и строительством храмов, он упал с колокольни. И так получилось, что когда он упал, то все думали, что, поскольку высота была достаточно большой, что он скончался. Но когда они спустились, то своему изумлению все родственники заметили, что маленький мальчик даже в некоторых веках не пострадал. Это было великое чудо и, наверное, особое благословение его же вот этому старцу, преподобному Серафиму Саровскому. Я думаю, что многие из нас читали его житие, брали для себя благочестивый пример. А самое главное – в своем сердце и в своем душе оставляли память об этом угоднике Божьем. Я думаю, что многие из нас и были в Дивеево, в монастыре, где поклонялись его честным и многоцелебным мощам, молились, стояли божественные литургии, а многие, наверное, исповедовались и причащались святых христовых тайн. И я думаю, что по-своему на каждого из нас эти поездки накладывали свой замечательный отпечаток, в который дошел, может быть, и прошло время, это достаточно уже много. Память об этом сохранилась и дошла до сегодняшних дней. Я хочу напомнить одну замечательную вещь, которую, я думаю, должна многих из нас вдохновить. Когда у преподобного Серафима Саровского спросили, «Отче, а что нам нужно, чтобы оставить греховную жизнь и жить добродетельно? Что нам нужно, чтобы творить добрые дела и постараться не грешить?» Преподобный Серафим Саровский ответил одно – нужна решимость оставить грех и идти за правдой. И тогда, на самом деле, это слова обращены не только тем его духовным чадом, его современникам, но эти слова обращены, по сути, наверное, каждому из нас. Если бы каждый из нас, дорогие мои, имел вот эту замечательную решимость, которую имел в том числе и преподобный Серафим, то, я думаю, у многих из нас не возникло бы и мысли грешить, превозноситься, гордиться, обманывать и так далее. Мы бы старались, по крайней мере, если даже, упаси Бог, упав, согрешив, постарались исправиться и больше уже никогда не возвращаться к этим или иным грехам. Безусловно, в самом центре Москвы находится знаменитый Покровский монастырь, где находятся мощи Святой Блаженной Матроны Московской. Это тоже наша чтимая святыня. Я думаю, что многие из нас тоже бывали и поклонялись ураке с мощами Блаженной Матроны. И я думаю, что то количество людей, которое и пребывало, и пребывает, и будет пребывать в этом святом месте, оно свидетельствует о тех чудесах, которые происходят в том числе и у мощей Блаженной Матроны Московской. И мы еще тогда, когда не была она приславлена и причислена к лику святых, многие еще тогда на кладбище, где они находились, приезжали, сотворили панихиды, молились и просили. И теперь мы уже имеем еще лучшую возможность приезжать, совершать молебны, молиться, просить, и, наверное, самое главное, получать те ответы на наши многочисленные просьбы и милости. Кроме того, рядом с нами находится северная столица, и здесь находятся тоже известные русские святые, в том числе тоже относительно недавно причисленные, ну, по меркам, так сказать, времени к лику святых. Это святой праведный Иоанн Кронштадтский, блаженная Ксения Петербургская, память которых, я думаю, тоже чтит каждый русский человек. Дорогие мои, я от всей души поздравляю вас с праздником всех святых в земле расистей просиявших. Желаю, чтобы всех нас вместе и каждого в отдельности Господь по молитвам угодников Божьих хранил и укреплял на многое и благое лето. И пусть сон угодников Божьих твердо стоит на нашей стороне, охраняя и укрепляя наше Отечество и нас на то благое, верное и нужное дело. Сердечно благодарю вас за внимание. Спасибо.